История Дагестана очень богата тем, что на нашу территорию еще при праведных халифах прибили великие сподвижники И после них следующее поколение табиинов во время государства Амиядов и дальнейшие века не переставали приходить дуаты, которые призывали местные народы к исламу И хотя мы в многих выступлениях упоминаем имена тех сподвижников которые прибили в нашу родину, думаю, не будет лишним и будет паракат упоминать тех известных сподвижников которые прибили в Дагестан Еще в 22-м году по хиджре, по-другому, в 32-м, на территорию Дагестана прибыли арабы, то есть это сподвижники Это было правление второго праведного халифа Умара, Ралалу Ангу И по его повелению известный полководец Зуракат бин Амр, он отправляет бабу Абваба, то есть это Дербент И его войска были сподвижники, как Абдурахман и Салман и Бнайрабиа, сыновья Рабиа, оба братья Также его командирами были не менее известные сподвижники, как Хузаифат бин Асид, Бакир бин Абдилла Эти сподвижники, те, которые мы знаем по именам и которые мы уверены И это написано во многих арабских исторических книгах Эти люди прибыли из города Куфы То есть Куфа это город, который был построен во время Умара, Ралалу Ангу И там обосновались много сподвижников, их количество доходило до 2000 Потом во время третьего праведного халифа Усмана, Ралалу Ангу, он отправляет куфинцам на помощь сподвижника Хабиба бин Маслема Который возглавлял войску из Шама И в этом войске Хабиб бин Маслема находился Салману аль-Фариси, Абу Гурайрат и Хузаифату аль-Ямани, Ралалу Ангу Аджмаин И Хабиб бин Маслема, это сподвижник, хотя мы знаем, что он находился на территории Дагестана Его биографии многие не знают, каким он человеком был Он сам являлся из племени Фир Вот мекканцы, то есть Курашиты, у них было 12 родов Из них является это Бану Фир, и он являлся представителем этого рода И Хабиб бин Маслема, Ралалу Ангу, он был человеком То есть его достоинство было в том, что Всевышний Аллах не отвергал его дуа То есть он был из той категории людей, которые говорят Муджабу Дагва То есть Аллах принимал его дуа таким же, как и был Саадан Абива Кас, Ралалу Ангу И Хабиб бин Маслема, он во время правления Муавида в Дамаске находился в его подчинении И когда люди, оставшиеся против Русмана Ралалу Ангу, решили, то есть они собрались убить Русмана Муавида, услышав эту весть, он отправляет Хабиб бин Маслема с войском, чтобы помочь и защищать Русмана Но по дороге до него доходит весть, что халиф уже убит, и он печально обратно возвращается в Дамаск И его возраст не доходил даже до 50, когда он умер Дальше у нас вот эти все сподвижники, которые прибыли в это время Наместником Кавказа, Валию Армения, написано обычно в книгах В общем, араби в то время Кавказ называли Арменией И Валием с его Кавказа в то время был еще более известный сподвижник Саид бин Аль-Ас Ралул Ангу Аджбаин Это было во время правления Русмана И это были первые шаги, когда наши люди ознакомились с исламом, мусульманами И дальше идет период правления Бану Умаавинов В это время в Дагестан прибыли многие сподвижники, но более известно про него, коротко расскажем Это был Маслама бин Абдул-Малик, рахма Аллах Почему мы выбрали именно его? Потому что Маслама бин Абдул-Малик, он является человеком, который было получено первое прозвище Абу-Муслим И он был двоюродным братом Умар бин Абдул-Азиза Когда он прибыл в Дагестан, при Каспийском низменности, в это время владели хазари И он сражался с ним, впервые он дал им такой отпор Прибыл в Дербент, захватил город и там он построил соборную мечеть и еще шесть квартальных мечетей И он также заселил туда некоторые семьи арабов, для того, чтобы обучать местных людей к исламу Это Маслама бин Абдул-Малик, он был до такой степени известным и талантливым полководцем Что ему было дано прозвище Халид-Сани, то есть второй Халид, который был во время пророка, салли Аллаху али-Ассалам И получил прозвище Саифулла И следующий этап распространения ислама, это было уже позднее время, имеется в виду во время правления Аббасидов Это время в Дагестан прибыл человек по имени Абдул-Рахман И его тоже прозвище было Абу-Муслимом Вот некоторые историки путают, вот этих обоих Абу-Муслимов Это первый был из рода Бану-Умайюнов, а этот Абу-Муслим, он был из рода Аббаса, Аллаху-Анху Его родословие доходит до Абдул-Манафа И этот Абу-Муслим, то есть по прозвищу Абу-Муслим Абдул-Рахман, он и является тем шейхом, которым похоронен Хунзахи Он прибыл, как пишут в книгах, с Мекки И говорят, что он, когда уже с Мекки собирался выходить, он повелел своим воинам захватить надгробный камень, чтобы положить его на то место, где он умрет То есть с этого мы видим, что он выходил, уже не собираясь возвратиться Потом он прибыл к Шам, оттуда собрал некоторое количество тех людей, которые хотят распространять ислам на другие регионы И вместе с этим войском, в руководственном отделе видел такое вот архивное дание, в котором пишется, что он вышел, говорит, ночь понедельника совершил хатму И про это чуть-чуть расскажем И он побывал несколько лет на территории Индии, оттуда он подходит, правитель, то есть хан Суракат И как мы знаем из научных работ некоторых историков, Суракат и его предки, они придерживались христианства Потом, вот, про военных действиях тоже мы не будем говорить В общем, это как бы всеизвестно При столкновении, вначале обумыслим он проиграл, его в первом же встрече разгромили И потом, в дальнейшем он собрал еще больше войска И с этим войском он опять все-таки захватывает город Хунзах И в это время Суракат он отступил в сторону Тушетии, это нынешняя территория Грузии Его сын Байсар, он тоже некоторое время противостоял обумыслиму Но тоже был вынужден отступить туда же После этого шейх обумыслим Он оставил наибом от себя человека по имени Амир Ахмад И потом, когда он уходил, он Амир Ахмаду говорит Я не уверен, говорит, что жители Сарира, они полностью приняли ислам Что полностью дошло до их сердец, будь осторожен И оказалось в дальнейшем, что он зря не беспокоился В дальнейшем жители, они собрались тайно и убили Амир Ахмада Его могила известна в Хунзахе, в кладбище, как говорится, в Алия Зулхабал То есть в кладбище Сиатех И после этого вторично обумыслим захватил Хунзах Обратил людей в ислам На этот раз это было уже насовсем Люди стали уже послушными, покорными И в это время, когда обумыслим он обращался к жителям То есть для того, чтобы они приняли ислам Они поставили условия Если вы поставите над нами правителем сына Байсара То есть сына Сураката Его имя было Андуник Андуник это православное имя Андроникус Это имя было Байсара И впоследствии, когда он принял ислам Ему дали имя Амир Султан И он согласился, принял И в дальнейшем вот ханский род исходит от него Это единственное государство, можно сказать Которым остался прежний хан В других регионах, то есть среди других народов Были правителями Арабии То есть, например, Кайтаги, Уцуми Это было, вот должность, титул этого Уцуми Произошло от слова Усама В дальнейшем искаженный Потом Мехтула, это от слова, от имени Махди И так далее И тогда, когда утвердился Хунзахе И были покорены народы, которые лежат на окрестностях Вот Абу-Муслим, он отправляется в Грузию Вернее, на территорию Тушетию И там, будут находясь там Он заболел, и он говорит Мы возвращаемся Я думаю, город приближается мой конец И они возвратились Когда достигли до окраины селения Хунзаха Он слез в гору своего мула Он даже до такой степени был простым человеком Он даже конь не держал для себя транспортом Всегда сидел на муле И слезаясь с нее, он сказал Пусть, говорит, идет впереди мул Где она остановится, говорит Там вы похороните меня И он сказал Я, говорит, буду То есть я умру, говорит, четверг И вы похороните, говорит, меня пятницу И действительно, он уже стал очень слабым Четверг, под вечер он умер И пятницу его похоронили А похоронили его на том месте Где остановился этот мул Это квартал, известный как Самилял Кстати, этот Самилял Это такой тухум Которые первые приняли Абу-Муслима И помогли ему, приняв ислам Против других людей В общем, коротко такая история Про Абу-Муслима И дай Аллах нам Его бараката, его шафаата Судный день И хотел бы добавить, что Абу-Муслим Он придерживался Аликата Сухровардия И есть вот недавно найденные Рукописы, которым Перечисляют То есть там есть список 60 суфиев Которые были 13-14 веках в Дагестане И этот список Начинается с шейха Абу-Муслима Аль-Хунзакхи И там также упоминается Человек по имени Хасан Ашири Это селение Хири В Даргинском округе И этот человек был, говорит Из тариката Сафавия И другой шейх там упоминается По имени Ахмад Он, говорит, был Шейхом тариката Халватия И в другом документе Упоминается, что Абу-Муслим Он обладал всеми этими тарикатами То есть он был воспитанником Этих всех тарикатов В конце хочу завершить В том, что Вот про Аль-Му Конечно же И говорят И следует, говорит Аль-Му это Есть то, что Человека Людей отличают от животных Вот именно Как шейх Абу-Муслим И его соратники И те, которые пришли Они были и алимами Они пришли с Аль-Му У них было и Аль-Му-Бат-Ин Поэтому они Были такими стойкими И добивались Своей цели И для этого Как мы сказали Есть у нас Много шансов В наше время Приобрести знания И эти знания Мы можем получать Еще в таком возле Как Дагестанский Гуманитарный институт В этом институте Наши дети Наши юноши Они могут получить Знания Так как религиозные Так и светские В этом институте На самом деле Выходят люди Которые уже готовы Работать в любом месте Будь это Хакуматское Пусть будет это Религиозное Без Никакой разницы И чтобы Дети Побольше Получали воспитание Побольше Получили знания Об этом Говорили Дай Аллах Тавфик всем Чтобы выбрать Правильный путь И в конце Еще Вот уже Времени Наверное Много потратил Не могу Не пересказать Некоторых Ученых Из хунзахцев Прибить хунзах И не воспалять Хунзахцев Тоже Будет неправильным Еще В 17-18 веке Хунзах Славился Великими Учеными Эти ученые Которые Распространили Науку Не только На хунзахском Плату Но и Других Регионах Других Округах Дагестана И за пределами Это известный Кадий Нур-Мухаммад Аль-Хунзах Который Не только Он Его род Несколько Поколений Они были Алимами Говорят Даже Он являлся Один из Тех людей Который Абумуслим Назначил Над хунзахом Что они Являются Их Потомками Есть Другой Ученый Дебил Кадий Аль-Ауари Который Написал Еще в те времена Словар Персидско-арабско-аварский Шабан Кади Аль-Угоди Его имя Наверное Все знают Хирия Сул-Алибек Который Был Ученым И наибом Соратником Имама Шамиля Ахвер Дин Мухаммад Ученый Так же Наиб Самый Приближенный Соратник Имама Шамиля Так же Алимчул Хусейн Ученый Их тоже Кстати Алимчул Все знают Что это тоже Несколько Поколений Которые Исходили От них Много ученых Так же Фатах Али Сын Сурхая Который Был Наибом Имама Шамиля И Концер Харикул Солаченил Который Был Учителем Муалимом Самого Имама Шамиля Дай Аллах Нам Бараката Всех Этих Ученых Дай Аллах Чтобы Нам Дал Последовать За ними Вальхамду Лаи Раби Лаи Лаи Мен